Ну что, продолжаем утреннюю вахту. Трафик достаточно спокойный. На радаре в истинном движении вижу какую-то неподвижную цель. На карте, соответственно, никакого буя нет. Значит, это что? Когда мы еще визуально не видим, мы можем догадаться, что это рыбацкое судно. Берем бинокль, начинаем смотреть. И видим, что у нас появилось рыбацкое судно, как я и предполагал. Берем цель на сопровождение. Многие говорят, что я пользуюсь только АИСкой. Ну, если цели сопряжены с АИС, что я могу сделать? Не буду же я АИС отключать. Вот это судно без АИС, поэтому я его взял на сопровождение. И все. Сейчас ждем просчитает. Идем мы сегодня, кстати, в Малой на бункировку по пути. По пути у нас получается. Цель-то наша, конечно же, порт выгрузки на Рейх. Вот, то есть, вот у нас заход сюда, да, примерно где-то, где-то здесь. Не буду там уже слишком вас грузить едем. Ну и дальше на юг, на юг идем. Вот у нас уже порт прибытия. Все по фьордам. Для того, чтобы скорость наша была максимально быстрой. Потому что в прошлый раз нам звонит капитан, уже говорю, судовладелец. Какого хера вы едете? Девять узлов, когда вы должны ехать десять с половиной. Ну, то есть, до такого даже доходит. Поэтому, что мог капитан ответить? Ну, так получилось. Решил идти там. Погода была хорошая. Ну, все равно задает вопрос. Почему? Почему вы едете снаружи? И на что капитан отвечает? Ну, сори, сори. Мистер. Мистер наш судовладелец. Не буду имя называть. Конечно, он не прав, я имею в виду, судовладелец, да? Что докапас уже до таких моментов. Ладно, бы был шторм. А то, в принципе, ничто не предвещало тому, что будет нам мешать именно движение. В той скорости, которую мы планировали. Поэтому тут что-то как-то, да, спорить смысла не имеет. В принципе, на разговор на том и закончился. Родим немножко проветрим. Рыбак так же, что я просматривал визуально его. Такая красота здесь. Рыбаковщики наши, которые две штуки готовят, в общем, все. В том числе и Бобкат. Гараж открыт. Идет подготовка. Ночью приходим, где-то к двум часам. Будем выгружаться. Кстати, на наш Купер, сюда владелец, его приобрел, несколько лет назад. Там мы выгружаем, прямо в него сами включаем. Лента идет, соответственно. И сами же выгружаем. Так, ну что. Все у нас, три СПА, у нас три кабельтовых. Достаточно хорошее расстояние для расхождения с рыбацким судном. Сейчас подойдем поближе. Покажу. Здесь, кстати, даже речи не идет ни о каком маневре направо. Потому что это судно стоит уже очень давно. Никаких движений от него не наблюдается. Поэтому наша задача только осмотреть бинокль и цель на радаре за его скоростью. Которая визуально тоже может сразу не просматриваться. Мешать волны. Ну, сейчас погода хорошая. В принципе, если он поедет, мы сразу увидим. Феллинг начнет меняться. Точнее, не меняться, а наоборот, не меняться. Любым идем на сближение. Вообще, в Норвегии мне нравится навигация. Так как здесь трафик очень слабый. Судов по пальцам пересчитать за вахту. Иногда бывает так, что даже ни разу не разойдешься. Только во фьордах, конечно же, движуха есть. Когда снаружи идешь, проблем вообще никаких. Ну вот, наш спокойно дрейфующий рыбачок. Никому не мешающий. Вижу там, на корме человек, который занят делом. Может, вытягивают снасти. теперь, ребят, вот на этом мое расхождение и заканчивается. наслаждаясь последними вахтами в этом контракте. В общем, смена у меня 22-го числа. Я должен быть уже дома. И это видео, кстати, выходит, получается, вы его сейчас смотрите, сегодня 23-е. Я надеюсь, что я уже дома и могу отвечать на ваши комментарии. Все, друзья, всем спасибо за внимание. Конечно же, не забываю о комбинационных роликах. Все, всем пока.